Однажды на свет появился малыш Ник, и родился он не в простой семье, и не у обычного человека. Он был первенцем, и прежде чем получить имя, он получил номер. Мать Ника была очень занятой женщиной, поэтому его воспитанием занимались люди в масках. Но больше всего времени с ним проводила его няня-кукла. Лучший сотрудник уже многие годы, в играх которыми занималась мама Ника. Шло время, малыш рос, и вот настал его очередной день рождения. Он был бессмерно рад. Этот день рождения Ник запомнит надолго. В отличие от большинства детей, его мама не может похвастаться обычной профессией, ведь мама Ника – владелец игры в кальмара. С такой ответственной работой сложно уследить за ребенком, поэтому мама взяла его с собой, но в тот день все пошло не по плану. Вспутав униформу участника с подарком от мамы, Ник в свой день рождения волею случая попал в игру. И хоть ему там было не место, даже его мама не могла отменить тот фото, что правила, которые она подписала, не имеют исключений. Что ж, теперь Нику ничего не оставалось, кроме как сыграть в игру. Но Ник не падал духом, ведь попав в игру, у него появился шанс, как минимум, завести новых друзей, ну или нажить врагов. Не найдя себе свободного места для сна, Нику пришлось светиться на картонке. Согласитесь, не лучшее место для сна, особенно для сына – владельца игры. Элис не могла спокойно смотреть на то, как некомфортно ее сыну, поэтому Мила попросила своих миньонов улучшить условия сына. Слово «управляющий закон», поэтому очень скоро у Ника появилась шикарная кровать. В конце концов, у парня сегодня был день рождения. Ну а чтобы Нику лучше спалось, мама попросила передать ему его любимое печенье со стаканом теплого молока. Вот только с печеньем стоило быть аккуратнее. Ребята в масках на него странно реагировали. В целом, Ник неплохо проводил время. Он не понимал, чего все так боятся игр, ведь кругом было полно развлечений. Тут тебе и забавные костюмы, и интересные конкурсы. Захотел – поиграл с другими, захотел – принарядился. Благо, мама денег на игры не жалела. Впрочем, Ник очень быстро стал душой компании. Он веселил всех вокруг. Правда, мешал он не меньше. Сложность игры возросла во много раз, с тех пор, как Ник взял на себя роль куклы. И пройти испытание было бы невозможно, если бы Ника попросту не укачала. Хоть мама Ника отлично справлялась с работой, некоторые моменты организации оставляли желать лучшего. Например, профсоюз миньонов. Недавно обратился к ней с просьбой сделать туалеты более понятными для сотрудников. Со всеми этими геометрическими фигурами было несложно запутаться. Кажется, Ник вообще не переживал, что попал в игру. Он то и дело придумывал себе развлечения. Как, например, розыгрыши миньонов. Эти парни казались ему какими-то сильно серьезными. Нужно было их как-то растормошить. И сапог отлично справился с этой задачей. Игры стали куда более веселыми с появлением Ника. И не только для участников, но и для всего персонала. Конечно, помимо развлечений, Нику все же предстояло сыграть в игру. Но вот только найти себе соперника ему не удалось. Мама не могла допустить, чтобы ее сын грустил. Поэтому ей пришлось попросить о замене в составе одной из групп. Ник был рад, наконец, сыграть. И он был в этом хорош. В какой-то момент его оппонентка даже подумала, что он с ней заигрывает. Но на самом деле Ник лишь отвлекал внимание. Он весьма ловко заполучил шарики Айви, которая наивно поверила в любовь с первого взгляда. Впрочем, у Ника во всем был свой подход. Например, во время перетягивания каната он решил перевернуть правила игры. Перетягивание невидимого каната, по его мнению, было куда захватывающе. И хоть другим участникам эта идея не пришлась по вкусу, спорить с сыном владелицы игры в кальмара было бесполезно. Да и шансов у девочек не было, ведь Ник был хорош в перетягивании невидимых канатов. А еще в чем был хорош Ник, так это в своих победных танцах. Да, на первый взгляд они могут показаться странными. Но поверьте, больше становится вероятность, что вам захочется потанцовывать. Уже на следующий день Ник неожиданно проснулся с самым популярным игроком. В его команду хотели попасть все участники. Может быть потому, что он был очень хорош в играх. А может быть потому, что его мама была тут главной. Но как бы то ни было, Ник занялся тренировкой своей команды. У него это получалось так хорошо, что просто не могло не растрогать его маму. Тренировки были бы бессмысленным занятием, если бы на них не хватало сил. Именно поэтому были перерывы на обед. Это даже немного расстроило Ника. Это не могла не заметить его мама. Разумеется, она хотела, чтобы ее сын правильно питался. Не зря же она каждый день готовила для него еду. Ни для кого не было секретом, что Ник получает гораздо больше бонусов на играх. Хотя Айви и Дженни это не сильно расстраивало. Ведь они знали, как получить то, что получает Ник. Достаточно было лишь подразнить его. Если у каждого участника была всего одна попытка на игру, то про Ника такого сказать было нельзя. Участникам предстояло вырезать фигурки из печенья. И пока все старались, Ник успел испортить свою. За проигрыш Ника должны были выгнать с игры. И когда миньон уволок бедолагу, другие участники даже удивились. Но его не выгоняли с игр. Просто мама очень по нему соскучилась. Она была очень рада его видеть. И чтобы сын не расстраивался из-за поражения, дала ему второй шанс, лишь сменив номер. Он попросту не мог проиграть. И другие участники даже не удивились этому факту. Печенье так понравилось Нику, что он решил проникнуть на кухню за добавкой. Нужно было лишь найти способ, как подружиться с миньоном-поваром. Но вместо этого Ник чуть не разгромил кухню. Конечно, ему удалось сделать огромное печенье. Но вот бедолаге-миньону пришлось еще долго убираться. Не всем участникам пришлось по вкусу угощения Ника. Айви явно уже тошнила от карамели. Пришло время ложиться спать. Вот только Ник никак не мог уснуть. Темнота опугала его. И окружающим пришлось какое-то время выяснять, что стряслось. Как-то другие участники не могли спать при включенном свете, мама Ника быстро нашла компромисс. И вскоре у Ника появился его личный ночник, который был сделан из того самого шара, в котором были призовые деньги. От этого сон Ника стал еще слаще, чего нельзя было сказать о Дженне. Хотела было мама Ника расслабиться, как ее медитацию прервало сообщение из колледжа. Игры играми, а про домашнее задание забывать было нельзя. Похоже, впервые за долгое время Ника ждали неприятности. И хоть поначалу он был рад видеть своего преподавателя, он очень быстро изменил свое мнение и даже был готов сбежать, лишь бы не делать домашку. Добравшись до туалета, Ника быстро понял, что вентиляция — отличный вариант для побега. Оставалось лишь понять, в каком направлении ползти. Проползая над кабинетом мамы, Ника увидел что-то странное. И любопытство, очень быстро взяло над ним верх. Он заметил, что часть его детской фотографии отсутствовала. Неужели у Ника мог быть брат или сестра? Какую невероятную тайну скрывала его мама? У Ника было так много вопросов, и казалось, что ответов он не получит. Пока он не оказался один на один с ним, своим братом-близнецом, что в отличие от Ника, был вынужден быть обычным миньоном, пока в один из дней не подстроил все таким образом, чтобы поменяться с ним местами. Такого Ника не мог ожидать. Как думаешь, у него получится вернуть все, как было? Напиши свою версию в комментариях. Не забудь посмотреть другие наши видео. Ждем тебя на Трун-Трун-Трик! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова